Всем добрый вечер! Играю в спонтанный матч Blitz на шахматной планете против одного из наиболее активных участников группы Антона Майделя. Сильный мастер Фидеи Санкт-Петербурга. Довольно часто мы играем в рамках турниров Феникса. С примерным успехом, не оговаривали мы условия матча, просто играем, так скажем, пока не надоест. И тут у нас такое вот странное английское начало. В целом мне, наверное, предпочел бы иметь коня на Е2, пешку на Е4. С другой стороны, черные, возможно, предпочли бы иметь пешку на Ф5. Здесь как свои плюсы, так и минусы. Я могу пробовать изменить характер позиции, сыграть Д4 на Е4 и конь Ж5. Наверное, так и сделаю. Мне кажется, после Д3 и Д6 перевесов у белых нет. Да, ЕД. После Д6 могла получиться обычная сторон диска. Ну, в целом, здесь из черных сыграет Д6. Получится структура, характерная для зажима Мара Ц. Единственное, немножко неожиданное изменение, что у черных пешка Ц вместо пешки Е. Это, наверное, накладывает такой вот отпечаток самобытности на эту позицию. Сыграет ферзь Д3. Неудобно всем одержать ферзя под рентгеном. Мне кажется, что эта версия более удачная для черных, потому что ладья на Е8 будет хорошо стоять. Ну, в целом, и особых прямо чрезмерных проблем у белых тоже быть не должно. Сыграю пока ладья Д1. Возможно, Антон сейчас просто выманит все пешки. Тут сыграет слон Ф5, Е4, слон З4, Ф3 и вернет слона куда-нибудь обратно. Ну, нет, сыграна конь Д7. Тоже интересный ход. Грозит конь Е5, надо, видимо, принимать меры. Есть такая тактическая слабость пункта Ц3 и ладья А1, но вроде бы воспользоваться этим сразу нельзя. Е5 крест Б2. Следующий ход будет слон Б2 и вроде бы белый стабилизирует позицию. Отметим, что черным не так легко сыграть Ц6. Это означает, что, в общем-то, недостаток в пространстве достаточно хронический. Хотел пойти конь Д5, но, возможно, это вообще проигрывает Ц4 и ладья Е2. Так что, наверное, проясню позицию слона. Затат отойдет. Конечно, есть свои недостатки. Пешка аштаит арктическая слабость. Король становится менее обеспечен. Но, вроде бы, сразу это не проявляется. Сыграю конь Д5. На Ц6 есть отход конь Ф4. В числе прочих. Навряд ли Ц6 будет сыграно вообще. Может быть, в Ц6 все-таки Антон играет. Удивительно. Почему-то я думал, что это не очень удачно. Может быть, ошибался. Отвечу конь Ф4. Не знаю, хочу ли я брать этого слона. Но, может быть, и хочу, на самом деле. Почему бы и нет. Ф6. Ф6. Ну, то есть, Антон начинает играть на такие вот мелкие тактические трюки. Потому что Ф6 еще не проходит. А на законе Ц4. Ну, в общем-то, ход достаточно полезный для черных. Я могу попробовать сразу слон Д4 и перестроить фигуру таким образом. Кажется, какая тактика сразу не проходит. То есть, ну, Ц5 это непоправимое ослабление всех полей. Антон явно уберет Ф4 скорее всего на А6. Да, но на А6 Ферз расположен странновато. Не могу ли я пойти что-нибудь вроде Ферз Б2. Чтобы создать какое-то давление по вот этой длинной диагонали. Серьезно, просел по времени. Б5, у тебя есть ход Ц5. Не вижу особо противопоказаний. А правда, может быть, там есть ход ДЦ, слон Е5 взяли-взяли. Слон Б3. Правда, там АБ. Сходу слон Б3 нет, Антон собирается отскакивать как-то в другое место. Любопытно. Не, ну слон Б3, кажется, АБ же есть вариант. По-моему, так нельзя было играть. Потому что на Ферз Б1 Ферз Б1, а иначе у Белых две лишние фигуры. Это довольно серьезно. Ну да, Антон по этой причине сдался. Всем спасибо за внимание. Матч продолжится через несколько секунд. Надеюсь, что эта первая партия до определенного момента вам понравилась.